привет меня зовут екатерина тёв и с вами канал онлайн фитнес тиви я нахожусь на третьем триместре беременности и сегодня мы будем говорить о том как избавиться от боли в пояснице во время беременности это наше второе видео в первом видео мы говорили о том как расслабить мышцы вокруг поясницы сверху и снизу при помощи миофасциального релиза и сегодня мы больше внимания уделим тазобедренному суставу так как его состояние напрямую отражается на состоянии поясницы а именно будем говорить о группе сгибателей бедра какие мышцы туда входят это прямая головка квадрицепса этот напрягатель широкой фасции партняжная мышца и повздошно-поясничная мышца и так где же они находятся вот примерно область где находятся эти мышцы это середина бедра и также латеральные мы будем сейчас воздействовать на сгибатели при помощи опять-таки аппликаторов почему нужно на них воздействовать как они влияют на поясницу очень просто так как без живота увеличивается наш таз наклоняется вперед и эти мышцы которые сгибают бедро находится в зажатом напряженном состоянии часто они являются причиной того что мы не можем выровнять таз для того чтобы таз наклонился немного назад нужно их расслабить и мобилизировать именно этим мы сегодня будем с вами заниматься первая часть при помощи аппликатора 2 при помощи динамического стретчинга перед выполнением этой и других тренировок для беременных на нашем канале обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом опускаемся вниз сегодня нам понадобится аппликатор это может быть мяч как теннисный так и любой другой мяч который есть у вас дома также идеально подойдет пенный ролл давайте покажу сначала как расслабить группу сгибателей при помощи теннисного мяча и так мы опускаемся вниз подкладываем мячик под осью под поддушной кости поддушная кость это тазовая косточка ее можно найти вот таким образом и сразу под ней вы уже под нащупаете в мягкие ткани по внешней стороне и дальше они переходят уже на переднюю сторону чуть ниже вот вот эта область и мы опускаемся на мяч именно сложно показать этой областью нога согнута у нас можно и отталкиваться также мы полежим на предплечье для того чтобы контролировать вес нашего тела для того чтобы не рухнуть всем телом на этот мяч так как возможно болевые ощущения будут достаточно резки вы должны это контролировать и если резкая боль возникла то значит аппликатор слишком жесткий для вас и нужно прекратить особенно учитывая наше положение поэтому очень хорошо опираетесь используйте опору от ноги и от рук и еще раз покажу область на которой мы опускаемся разовая косточка чуть ниже и сбоку вот здесь мы будем воздействовать и будем воздействовать вот здесь мячику вот эта область опускаемся хорошо поддерживаем себя и начинаем вращаться очень медленно на мече и только в том случае если боль умеренная и приятная вам вращаемся вперед и назад обратите внимание на то в каком положении ваша поясница чтобы это не было вот так зажатым до мы стараемся вытянуться и выполняем вращение придерживаясь руками и ногой вот таким образом то же самое можно выполнить при помощи пенного ролла опускаемся на ру вот это будет удобнее вытягиваем заднюю ногу и аккуратно вращаемся вперед и назад вы ощутите эту зону и там где болевые ощущения будут более сильными желательно остановиться подышать когда боль стихнет можно немножко подвигаться в этой области движение должны быть очень очень медленными и плавными воздействие длится где-то от 30 секунд до минуты и желательно что боль немного стихла после того как вы поработаете с правой и с левой стороной при помощи аппликаторов можно переходить ко второй части динамическому стретчингу если у вас дома не оказалось подходящего предмета который можно использовать в качестве аппликатора ничего страшного можно начинать динамического стретчинга нам понадобится что-то мягкое чтобы подложить под колено в случае если ваше колено этого требует это не обязательно но я покажу итак укладываем подушечку под колено выполняем шаг вперед так чтобы в углах в коленях был были углы 90 градусов колен направляем четко назад вдоль коврика коврик отличный ориентир и начинаем смещать таз вперед и назад как будто двигаем его по рельсе и вот что важно мы бы не хотели видеть вот такое движение а когда сокращается поясница и вместо воздействия на сгибатели мы воздействуем на поясницу а мы бы хотели сохранить положение спины и как бы немного направляя седалищную кость вниз смещать таз вперед до седалищных кость вниз таз вперед и сразу же вы должны почувствовать воздействие сюда именно на группу сгибателей максимально таз направьте вперед избегаем такого поворота таза раскручивания в сторону вперед и двигаемся сначала с небольшой амплитуды просто еще что пощутить это движение далее чтоб усилить мы можем добавить руки и также мы можем добавить на возврате воздействие на заднюю поверхность бедра да как бы такой однообразный замах если хорошо удается удерживать баланс нужно немножко ниже опускаться и отрывать носок но важно сохранять голень прижатой и не забывать с какой областью все-таки мы работаем и куда бы мы хотели сделать акцент и так теперь остаемся где-то в середине нашего натяжения и поработаем теперь с горизонтальной плоскостью выполним вращение будем вращаться в одну и другую сторону не забывая дышать можно добавить покачивание стараемся вытягиваться через макушку вверх и можно добавить также руки взгляд для того чтобы усилить остается еще одна плоскость которой можно поработать это фронтальная плоскость мы можем выполнить такие наклоны таза стороны в сторону продолжая направлять седалищную кость вниз оказывая воздействие сюда можно немножко сместиться больше вперед и раскачиваем таз из стороны в сторону наша рука работает здесь как драйвер который запускает движение мы стараемся управлять таз вперед вот таким образом что ж уверена что вы ощутили как тепло разливается в области сгибателей бедра поработайте точно так же с другой стороной что ж на сегодня все если вам нравится наше видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал это не последнее видео которое мы посвятим спине и болям спине спине во время беременности будьте с нами пишите в комментариях чего бы вам хотелось и до встречи в новых видео пока пока